Добрый день, уважаемые абитуриенты! Вашему вниманию предлагается консультация по подготовке к вступительным испытаниям, проводимым университетом самостоятельно по дисциплине электротехника. Консультацию проводит кандидат технических наук, доцент кафедры автоматизированного электропривода, электромеханики и электротехники Ушакова Наталья Юрьевна. Программа вступительных испытаний по дисциплине электротехники составлена на основе рабочих программ, по которым Вы изучали данную дисциплину в колледжах и техникумах. Поэтому при подготовке к вступительным испытаниям Вы можете использовать учебные пособия, любые учебные и методические материалы, которые были Вами использованы в процессе обучения. Программа вступительных испытаний содержит задания по трём большим разделам. Электрические цепи постоянного тока, электрические цепи переменного тока, электромагнетизм. По каждому разделу есть задания, которые позволяют проверить Ваши знания основных понятий, формул, законов, электротехники, а также расчётные задания, позволяющие оценить Ваши умения использовать данные законные формулы на практике. Все задания сформулированы в виде тестов. Раздел 1. Электрические цепи постоянного тока. Задания в этом разделе содержат вопросы и тесты по следующим темам. Электрический ток, электрическое напряжение, сила и плотность тока, электрическое сопротивление, закон Ома, цепи постоянного тока при последовательном и параллельном соединении потребителей, мощность постоянного тока, тепловые действия тока, потеря напряжения в проводах, закон Джоуля-Ленца, режимы работы источника питания, законы Киргопа, расчёт электрических цепей методом преобразования треугольников сопротивлений в эквивалентную звезду. Кратко напомню основные законы, формулы, алгоритмы, которые используются в данном разделе. Электрическая цепь – это совокупность устройств, образующих путь для электрического тока, электромагнитные процессы в которых могут быть описаны с помощью таких понятий, как ЭДС – ток и напряжение. ЭДС – электродвижущая сила, измеряется в вольтах, ток, единица измерения тока амперы, единица измерения напряжения – это вольты. В электротехнике мы считаем, что ток течёт от точки с большим потенциалом к точке с меньшим потенциалом. И стрелка тока на рисунке показывает, что потенциал точки А больше потенциала точки Б. Направление напряжения или падение напряжения на сопротивлении совпадает с направлением тока. Любая электрическая цепь содержит активные элементы – это источники электромагнитной энергии и пассивные элементы. К активным элементам относятся источник напряжения или, как мы называем её, электродвижущая сила. Параметры источника – это ЭДС, внутреннее сопротивление, напряжение на зажимах источника и мощность, отдаваемая в цепь. Формула расчёта мощности приведена на слайде. Мощность измеряется в ватах. Любой источник может работать как в режиме генерации, так и в режиме потребления. Если направление стрелки тока совпадает с направлением ЭДС, источник работает в режиме генератора. Если направление стрелок ЭДС и тока разное, источник работает в режиме потребителя. У идеального источника внутреннее сопротивление равно нулю, и напряжение на его зажимах всегда равно ЭДС. У реального источника внутреннее сопротивление не равно нулю, и при подключении к источнику нагрузки, через него течёт ток, и в этом внутреннем сопротивлении возникает падение напряжения. Тогда напряжение на зажимах источника будет меньше величины ЭДС на величину падения напряжения во внутреннем сопротивлении. Обратите внимание на эту формулу, потому что есть много задач и тестов, которые основаны на ней. На рисунке приведена вольтамперная характеристика идеального источника и вольтамперная характеристика реального источника ЭДС, который имеет ненулевое внутреннее сопротивление. К пассивным элементам относятся резистивный элемент, или как мы его называем сопротивление. Сопротивление измеряется в омах, величина обратная сопротивлению – это проводимость, и единица измерения проводимости – сименсы. На слайде приведены основные формулы для сопротивления. Формула, которая связывает ток и напряжение на сопротивлении – это закон Ома. Формула, которая позволяет рассчитать сопротивление проводника, если мы знаем удельное сопротивление материала, из которого изготовлен проводник, его длину и сечение. Формула, которая показывает, как возрастает сопротивление проводника с ростом температуры. И три формулы, по которым можно рассчитать мощность, выделяемую в сопротивлении. Сопротивления бывают линейные и нелинейные. У линейных сопротивлений параметр R не зависит от величины приложенного напряжения или протекающего через него тока. И выражается прямой линией, проходящей через начало координат. Вольтамперная характеристика нелинейного элемента изображается в виде криволинейной зависимости. Основные способы соединения элемента в электрических цепях. Первый способ – это последовательное соединение сопротивлений. При последовательном соединении через все элементы течет один и тот же ток, а напряжения на всех сопротивлениях складываются. Формула, по которой рассчитывается эквивалентное сопротивление, приведена на слайде. Это просто сумма сопротивлений. В задачах вам может также встретиться последовательное соединение ЭДС. Если стрелки направления ЭДС совпадают, то эквивалентное ЭДС равна сумме. Если они направлены в разные стороны, то эквивалентное ЭДС записывается как разность. Второй способ соединений – это параллельное соединение сопротивлений. При параллельном соединении все сопротивления подключаются на одно и то же напряжение. То есть У1 равняется У2, равняется УН и равняется У, напряжению, которое приложено к оходу цепи. А токи в каждом сопротивлении протекают разные. Для того, чтобы рассчитать эквивалентное сопротивление при параллельном соединении, сначала рассчитывают величину обратную эквивалентному сопротивлению, а далее из него получают уже значение эквивалентного сопротивления. Если у нас есть два параллельно соединенных сопротивления, то для расчета проще использовать уже готовую формулу. r-эквивалентное равняется r1 умноженное на r2 и деленное на r1 плюс r2. И еще обратите, пожалуйста, внимание на формулу, которая приведена внизу слайда. Для равных сопротивлений. Если все сопротивления имеют одинаковое значение, то r-эквивалентное равно r разделить на n, где n число сопротивлений. То есть, если у вас параллельно соединены два сопротивления по 10 О, то эквивалентное сопротивление будет равно 10 разделить на 2, то есть 5 О. Эта формула сильно упрощает расчеты для схем, в которых есть одинаковые сопротивления. Помимо последовательного и параллельного сопротивления, в электротехнике используется соединение сопротивлений в звезду и в треугольник. На данном слайде приведены соединения как треугольником, так и звездой. При соединении с звездой концы сопротивлений трех сопротивлений объединяются в общую точку, в узел. При соединении треугольником есть три узла, и в каждой паре узлов присоединяется одно из трех сопротивлений. Здесь приведены формулы преобразования треугольника сопротивлений в звезду. И упрощенная формула для того же преобразования, если сопротивления у нас равны. На следующем слайде приведены формулы преобразования звезды и сопротивлений в треугольник. И та же формула для случая равных сопротивлений. Здесь показаны примеры некоторых схем и заданий, для которых нужно рассчитать эквивалентные сопротивления. На первой схеме у нас с вами смешанное соединение сопротивлений. Сопротивления R2 и R3 соединены параллельно, и эта параллельная группа последовательно соединена с сопротивлением R1. На второй схеме три сопротивления R2, R3, R4 соединены параллельно, и далее эта группа соединена последовательно с R1. На третьей схеме у нас с вами последовательно соединены две группы параллельных соединений сопротивлений. Первая группа R1 и R3, и вторая группа R3, R4, R5. И, наконец, на последней схеме есть соединение, как звездами, так и треугольниками. Сопротивления R2, R3, R4 соединены звездой. R3, R4, R6 соединены звездой. Сопротивления R2, R3, R4 соединены треугольником. Сопротивления R3, R4, R6 тоже соединены треугольником. Подобные задачи могут встречаться вам во вступительных испытаниях. В расчетах электротехники очень широко используются так называемые топологические элементы электрической цепи. Это элементы, характеризующие геометрию цепи. Узел – это место соединения трех или более ветвей. На схеме узел обозначается жирной точкой. Если между узлами не расположено никаких элементов, то эти узлы можно объединить и считать за один узел. Вет – это участок цепи, по которому кечет один и тот же топ. Этот участок цепи располагается между двумя узлами. И, наконец, третий элемент – контур. Это любой замкнутый путь по ветвям схемы. На слайде приведен пример схемы, на котором видно узлы. Узел 1 и узел 2 – это место соединения трех ветвей. И в первом и втором случае. И участки, которые соединяют эти узлы. Это ветвь 1, ветвь 2 и ветвь 3. Напоминаю, что по ветви, независимо от количества элементов, которое в ней включено, может течь только один ток. То есть, в данной схеме могут протекать только три тока. И также показан пример контура. Основной закон, которому подчиняется связь между током и напряжением на элементах, это закон Ома. Мы рассмотрим с вами две формулировки для участка цепи без ЭДС, когда между точками А и В включено сопротивление. И в этом случае ток равен напряжению, деленному на сопротивление. Ток течет у нас от потенциала, от точки А к точке В. Поэтому записывается этот закон как ФиА минус ФиВ, деленное на Р. Для участка цепи с ЭДС формула приведена ниже. Ток течет у нас с вами от точки А к точке В. Поэтому мы записываем ФиА минус ФиВ. Далее, если есть между точками А и В ЭДС, плюс-минус ЭДС. И все это выражение делится на Р. Плюс ЭДС ставится, если направление ЭДС и тока совпадают, минус, если направление ЭДС и тока не совпадают. Законы Киргофа. Законы Киргофа – это универсальные законы и выполняются они в любых электрических и магнитных цепях. Первый закон Киргофа записывается для узлов и формулируется следующим образом. Алгебраическая сумма токов в узле равна нулю. Токи, направленные к узлу, берутся со знаком плюс, а токи, направленные от узла, со знаком минус. Для данного примера у нас получилось следующее уравнение. Токи И1, И4 выходят из узла, поэтому в уравнении они со знаком минус. Токи И2, И3 входят в узел, поэтому в уравнении они берутся со знаками плюс. Второй закон Киргофа записывается для контуров и формулируется следующим образом. В любом замкнутом контуре алгебраическая сумма падения напряжения на сопротивлениях равна алгебраической сумме ЭДС. Для того, чтобы записать уравнение по второму закону Киргофа, необходимо задаться направлением обхода контура. Знаки в уравнении расставляются следующим образом. Если направление стрелки тока совпадает с направлением обхода контура, то знак падения напряжения на сопротивление плюс. Если не совпадает, то минус. Аналогично расставляются знаки для ЭДС в правой части уравнения. Если направление стрелки ЭДС совпадает с направлением обхода, ЭДС записывается со знаком плюс, если не совпадает со знаком минус. На слайде приведем пример контура, в котором протекает три тока и записано уравнение для данного контура. На основании законов Ома и Киргофа рассчитываются любые электрические цепи. Мы рассмотрим с вами расчет простейших электрических цепей. Первая – это цепь с последовательным соединением элементов. Эта цепь содержит один контур, в котором включено три ЭДС и три последовательно соединенных сопротивления. Выражение для расчета тока получается из уравнения по второму закону Киргофа. И равно алгебраической сумме, ток равен алгебраической сумме ЭДС, деленной на сумму сопротивления. Мы задаемся направлением тока. Если у нас направление тока и направление ЭДС совпадает, ЭДС берется здесь со знаком плюс. Если не совпадает, как в данном случае ДСЕ3, то она записывается со знаком минус. Следующая цепь – это цепь с параллельным соединением элементов. Как рассчитываются токи здесь? Здесь каждое сопротивление включено на входное напряжение Ом. Поэтому каждый ток рассчитывается по закону Ома. Ток первой ветви первого сопротивления в первом сопротивлении рассчитывается как У, деленное на Р1. Ток И2 как У, деленное на Р2. И ток И3 как У, деленное на Р3. Ток на входе цепи рассчитывается по первому закону Киргофа и равен сумме токов И1, И2, И3. Следующая цепь со смешанным соединением элементов. Здесь существует определенный алгоритм расчета, который очень желательно освоить. Потому что он используется во многих задачах. Алгоритм следующий. Схема упрощается до одного контура. То есть соединяются параллельно сопротивления Р2 и Р3. Далее по закону Ома находится ток в этом неразветвленном контуре. Ток И1 равен ЭДС, деленное на Р1 плюс Р2 и Р3. Далее находится напряжение на зажимах параллельных ветвей, как И1 умноженное на Р2 и Р3. И далее находятся токи в параллельных ветвях. Ток И2 равен напряжению ОАБ, деленное на Р2. Ток И3 равен напряжению ОАБ, деленное на Р3. И примеры задач, которые могут встретиться у вас в тестах по постоянному току во вступительных испытаниях. Задача первая. Какую энергию потребляет из сети электрическая лампа за 2 часа, если ее сопротивление 200 ОАБ, а напряжение сети 100 Вольт? Если вы вспомните формулу, которую мы с вами записывали для сопротивления, то одна из формул была для расчета мощности, выделяемой на сопротивление, У в квадрате, деленное на Р. А энергия это есть мощность, умноженная на время. То есть вот таким образом решается данная задача. Вторая задача это задача не на расчет неразветвленной цепи. И решается она на основании второго закона Киргофа. И пример решения третьей задачи приведем на слайде. Раздел, по которому у вас есть тестовые задания, это раздел электрической цепи переменного тока. Тесты и задания в этом разделе сформулированы по следующим темам. Получение переменного тока, синусоидальный ток и его характеристики, понятие о фазе, сдвиг фаз, катушка индуктивности в цепи переменного тока, конденсатор в цепи переменного тока, сопротивление в цепи переменного тока, соединение сопротивления в цепи переменного тока, закон Ома для цепи переменного тока, резонанс, мощность переменного тока, принцип получения трехфазной АДС, соединение обмота генератора и потребителей звездой, соединение обмота генератора и потребителей по схеме треугольник, Мощность тока трёхфазной цепи. Очень кратко остановимся на некоторых моментах основных этого раздела. Итак, синусоидальный ток. Это ток, изменяющийся во времени по синусоидальному закону. На слайде приведена мгновенная форма записи синусоидального тока. Точно такая же формула будет для записи синусоидального напряжения, синусоидальной ЭДС. В формуле тока ИМ – это амплитуда или максимальное значение, ФИ – это начальная фаза, Омега – это угловая частота. Формула для расчёта угловой частоты приведена на слайде. Омега равняется 2Пи умноженное на f. Единица измерения угловой частоты – радианы в секунду. f – это частота, она равна величине обратной периоду и измеряется в герцах. На графике приведён закон изменения синусоидального тока с ненулевой начальной фазой. Обращаю ваше внимание, что кривая на графике при положительном значении начальной фазы сдвигается влево в сторону отрицательных значений. При отрицательных значениях начальной фазы кривая будет сдвинута наоборот вправо в сторону положительных значений. Также на слайде приведена формула для расчёта действующего значения синусоидального тока. Действующее значение равно амплитудному значению, делённому на корень из 2. Именно действующие значения синусоидальных величин измеряют большинство систем электроизмерительных приборов и именно действующие значения указываются в паспортных данных различных электротехнических устройств. Мы с вами в электротехнике расчёты ведём тоже в основном в действующих значениях. Элементы цепи синусоидального тока это резистор или активное сопротивление R измеряется в омах индуктивность обозначается буквой L и измеряется в генре емкость это большая буква С и единицы измерения фарады. Этим элементам соответствуют в расчётах следующие сопротивления. Активное сопротивление это R индуктивное сопротивление X, L формула для его расчёта омега умноженное на L и емкостное сопротивление X, C формула для расчёта единица делённая на омега С индуктивное и емкостное сопротивление называются реактивные сопротивления реактивные сопротивления. Если на каждый из элементов подать синусоидальный ток и посмотреть на экране осциллографа кривые тока и напряжения то мы увидим с вами следующие картинки. На активном сопротивлении напряжение и ток совпадают по фазе на индуктивности напряжение опережает ток по фазе на 90 градусов на конденсаторе напряжение отстаёт от тока по фазе на 90 градусов. Если изобразить ток и напряжение в виде векторов то вот эти зависимости будут изображаться такими тремя векторными диаграммами. На активном сопротивлении напряжение и ток имеют одинаковую фазу на индуктивном сопротивлении напряжение опередит ток на 90 градусов положительный угол мы откладываем против часовой стрелки и на емкостном сопротивлении напряжение отстанет от тока на 90 градусов на угол минус 90 градусов. Если в расчётах у нас включены последовательно все три вида сопротивления активное, индуктивное и емкостное то величина полного сопротивления будет находиться по следующей формуле. Оно обозначается z-полное сопротивление и это будет корень квадратный из r в квадрате плюс xl минус xc квадрате Если обозначить скобку xl минус xc просто за x то получается следующая формула корень квадратный из r в квадрате плюс x в квадрате поскольку это сопротивление внесёт сдвиг по фазе между напряжением и током то этот сдвиг по фазе будет рассчитываться по следующей формуле φ равняется арктангенс x делённое на r Формуле для расчёта полного сопротивления соответствует изображённый на слайде треугольник сопротивления то есть катеты r и x гипотенуза это z Если нужно определить столько величину модуль тока то расчёт мы проводим по следующим формулам Для схемы с последовательным соединением r и xl i будет равняться u делённое на корень квадратный из r в квадрате плюс xl в квадрате Для цепи с последовательным соединением r и xc i будет равняться u делённое на r в квадрате плюс xc в квадрате и если есть все три элемента ток находиться будет по следующей формуле по следующей формуле Мощности в цепи синусоидального тока В цепи синусоидального тока различают три вида мощности Первая называется активная мощность Она обусловлена наличием в цепи активного сопротивления Формула для её расчёта u на i на косинус φ Единица измерения активной мощности в акте В этой формуле u и i это действующее значение напряжения тока φ разность фаз между напряжением и током Я напоминаю что φ у нас зависит от соотношения между реактивным и активным сопротивлением Мощность которая выделяется активная на активных сопротивлениях рассчитывается по формуле i в квадрате на r i в квадрате на r Реактивная мощность обусловленная наличием в цепи конденсаторов и катушек Обозначается буквой q это u на i на синус φ Единица измерения реактивной мощности это пары Мощность выделяемая на катушке рассчитывается по формулам i в квадрате на xl Она положительная Мощность которая выделяется на конденсаторе qc Она рассчитывается по формуле i- и в квадрате xc Она отрицательная Ну и наконец третий вид мощности это полная мощность Обозначается буквой s произведение u на i и единица измерения вольт амперы Все три вида мощности связаны между собой по формуле s равняется корень квадратный из p в квадрате плюс q в квадрате Ну и нужно еще знать понятие коэффициента мощности это косинус φ равен отношению активной мощности полной мощности На слайде приведены примеры некоторых задач которые могут встретиться во вступительных испытаниях То есть первая задача основана на формулах расчетных для расчета индуктивного сопротивления катушки во второй задаче используются формулы для расчета тока и для расчета реактивной мощности в третьей задаче требуется определить активную мощность цепи Хорошо если вы попробуете эти задачи решить самостоятельно с использованием тех формул и соотношений которые мы с вами посмотрели выше Помимо однофазных цепей синусоидального тока раздел электрические цепи переменного тока включает в себя задание по расчету и основным понятиям трехфазных цепей Трехфазная цепь это совокупность трех электрических цепей в которых действуют три синусоидальные напряжения одинаковой частоты сдвинутые по фазе на 120 градусов создаваемые одним источником участок трехфазной цепи по которому протекает одинаковый ток называют фазой то есть в данном случае у нас с вами будет два понятия фазы фаза как участок цепи и начальная фаза напряжения или тока напряжение фазы А имеет нулевую начальную фазу напряжение фазы В имеют начальную фазу минус 120 градусов напряжение фазы С имеет начальную фазу плюс 120 градусов в зависимости от того как соединены обмотки генератора и нагрузка различают пять основных схем соединения в трех фазных цепях звезда 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 с нулевым проводом треугольник треугольник звезда треугольник и треугольник звезда очень важно знать соотношение между фазными и линейными величинами в трех фазных цепях если у нас обмотки генератора соединены звездой то очевидно что у нас с вами напряжение фазное на генераторе и напряжение на линейное это разные величины при симметричной системе напряжений эта связь выражается соотношением у линейное равняется корень из трех у фазное я напоминаю что фазное напряжение генератора это напряжение на одной фазе генератора то есть это напряжение UA0 UB0 UC0 линейное напряжение это напряжение между линейными проводами то есть между двумя фазами линейное напряжение это UAB UBC UCA При соединении обмоток генератора звездой линейные напряжения будут в корень из трех райс больше у фазного. Вы прекрасно знаете стандартные значения напряжения. И эти стандартные значения как раз выражают связь между линейным и фазным напряжением. Если фазное напряжение равно 127 В, то линейное в корень из трех раз больше будет 220 В. Если фазное напряжение 220 В, то линейное будет в корень из трех раз больше 380 В. Ну и соотношение для токов при соединении звездой линейные токи равны фазным. Есть ли соотношение для схемы, в которой нагрузка соединена треугольником и присоединена к генератору? Здесь вот сопротивление, на каждое сопротивление нагрузки это фаза нагрузки. Провода, которые соединяют генератор и нагрузку, называются линейными проводами. И в них текут линейные токи. В данном случае каждая фаза нагрузки подключена между линейными проводами. То есть на линейное напряжение. Поэтому для треугольника у фазное будет равняться у линейного. А вот токи здесь протекают разные. В случае симметричной нагрузки, то есть когда все сопротивления у нас одинаковые. Связь между линейным и фазным током будет выражаться следующей формулой. И линейное равняется форме из трех и фазному. Эти соотношения очень широко используются в различных задачах. Здесь приведены расчетные формулы самых простых трехфазных цепей для случаев симметричной нагрузки. То есть при соединении нагрузки звездой с нулевым проводом или звездой. Для присимметричной нагрузки, то есть когда сопротивления всех фаз одинаковые. Фазный ток равен линейному и равен фазному напряжению генератора, деленному на сопротивление фазы. То есть ток в фазе А рассчитывается как УА, деленное на сопротивление этой фазы. ЗА, ток фазы В это УВ, деленное на ЗБ, и С это ток напряжения фазы С, деленное на сопротивление фазы С, ЗС. При соединении нагрузки треугольником, фазные токи в нагрузке рассчитываются как линейное напряжение генератора, деленное на сопротивление фазы. И здесь же приведена связь между линейным и фазным током для схемы симметричной нагрузки. Мощность трехфазных цепей. Активная мощность формулы для симметричной трехфазной цепи. 3У фазная на И фазная на косинус Фи, либо корень из трех У линейная на И линейная на косинус Фи. Измеряется активная мощность ваттах. Реактивная мощность, аналогичная формула, но в ней вместо косинуса синус. Единица измерения вары. И формула для полной мощности. Единица измерения полной мощности вольт амперы. Формула, которая выражает связь между всеми тремя видами мощности в трехфазной цепи. На слайде приведены примеры некоторых задач, которые могут встретиться в заданиях вступительных испытаний. Попробуйте их, пожалуйста, тоже решить самостоятельно. Они все основаны на тех формулах, которые мы с вами, и соотношениях, которые мы с вами рассмотрели выше. Третий раздел программы вступительных испытаний – это магнетизм. Здесь я только перечислю темы, которые входят в этот раздел. Это магнитное поле тока, магнитные линии, взаимодействие параллельных проводников с током, электромагнитная индукция, самоиндукция, взаимоиндукция, магнитный поток. Все эти темы вы изучали на занятиях по дисциплине электротехники. И я думаю, что вы легко справитесь с заданиями по этому разделу. На этом мы с вами консультацию заканчиваем. Благодарю за внимание. И мы очень надеемся видеть вас в числе студентов нашего Института энергетики, электроники и связи. Субтитры создавал DimaTorzok